Девочки, пришла маленькая собачка, он еще щеночек, ему 7 месяцев только. Сейчас вот ему его встреч попросили, как бы вот это вот пока ничего сильно короткое не забревать, а окантовочку сделать, потому что такой маленький, худенький, вот, чтобы не было, как сказала хозяйка, червяком. Вот, и я его, наверное, ножичками подстригу, сейчас посмотрю, как получше, хвостик тоже не хотят. В общем, знаете, что-то в этом году уже несколько, все, собаку моих клиентов умерло, так жалко. И вот сейчас приходит женщина, я смотрю, у нее в руках вот эта собачка, я говорю, а где Баксик? А Баксика нету. Так жалко, не знаю, что такое. Мне прямо его жалко стало, эту собаку. Вот, немножко расстроилась. Ладно, девочки, буду работать. Сейчас я уже котов поприла, кстати сказать. На сегодня погода просто шепчет, кавычек. Ну-ка, зайчик. Ой, чуть камера из рук не вылетела. Ну-ка, встанька. Ну вот, как хозяйка просила, чтобы не по окантовочке побольше, чтобы не очень коротко было. Вот. Ну, мне кажется, очень оптимально, потому что это оставляет совсем длину, и по окантовке тут внизу постричь, и было бы некрасиво. Тут у него шерсть уже взрослая становится, и вот эта чернышка такая, чересчурка бы, она мешала бы, путалась. А так, мне кажется, он опрятненько выглядит, и так аккуратненько, да, Ричард? Ты замечательно себя вел. Твоя первая стрижка, и ты такой достойный. Вот у тебя имя Ричард, да, как это в рекламе чая, король Ричард. Вот. И ты король, у тебя львиное сердце, ты смелый и отважный пес. Чуть-чуть-то тебе кончик хвоста подровняю еще. Вот. Так что, хорошая собачка, ты молодец такой. Там приводит хозяйка, женщина уже такая, в возрасте, и у нее внук уже есть, внук-школьник. И вот она с внуком пришла, я, значит, держу собачку в руках, говорю, ну, тогда все, там, это, позвоню, как закончу. Мальчик такой берет ее, целует собаку. Так прикольно стало. Ну, вот, хорошо, когда животные, да, есть, когда дети растут, и есть животные, что животные все-таки больше добра в людях развивают. Вот. И вот у детей, тем более, да, вот, чтобы оберегать, любить животное. Вот. Идут. Вот так вот эту окантовочку все. Сделаем. Так вот она. Все. Ну, и такая парбоска ко мне приходит. Периодически. Еще попросили очень коротко сделать, максимально коротко. Ну, в общем, побрей ее, как кота, она такая лысенька будет. Прям лысенька-лысенька, да? Ну, ушки мы оставим, должно же что-то хоть украшать. Эту мордочку. Вот он, мой собак. Получился такой хорошенький собак, да? Лысик такая получилась. Ты лысика. Все, сейчас тебя заберут. Заберут. Сейчас одевала собачку. Сейчас телефон закрою. И увидела на одежде, смотрите, верните меня домой. Телефон хозяина. И там дальше телефон хозяина. Прям на одежде такая, как бирочка сделана. Прикольно. Дождевичок на улице. Дождь сегодня? Я очень такая погода. Прохладненькая. По ощущениям, начало сентября. Значит, так осенью повеяло. Вот, ну нет. Еще, к счастью, пока что лето. Заканчивается первый месяц лето. Сегодня как моросит, что ли, опять. Не пойму. В общем, ладно, зонтик пока раскрывать не буду. Потому что от того, что ветер на лужах не видно. Дождя. А по лицу, знаете, так это бьет. Дождинки бьет. Я сегодня на работе пока котов брила. С коты моей знакомой. И, в общем, часто она очень бреет котов. Машины ездят. И, в общем, как-то так неудачно получилось. Я что-то так рассказывала, вот, шепленный ей. И как-то поднесла руку. А на руке как-то у меня шерстина. Это была кошачья остатки, знаете, налипла. Я как-то так рукой взмахнула. Я только вижу, как шерстина в воздухе летает. Я что-то говорю. И в это время мне в рот попадает. Ладно бы просто в рот. Она прям, знаете, сразу в глотань туда. Я так долго откашливалась. Я полоскала горно. Пыталась как-то это выплюнуть. Это никак. Она там прям на глотке насела. Уже харкалась. Полоскала. И, в общем, едва первый раз такое было, что вот прям шерсть проглотила. Вообще как-то это. Не было у меня никогда такого случая. У меня даже до сих пор ощущается, как будто вот глаза слезливые. Такое чувство. Потому что пока я кашляла, мне прям аж слезы лились. Вот такое там производственное ЧП небольшое произошло. Но в каждой работе есть свои нюансы. Есть какие-то свои, бывают такие заковырочки. Ну, вообще у парикмахеров и у грумеров тем более. Тем более потому что феном сушат тех же шпицов, волосатых собак. Шерсть летает так по воздуху и глотается, вдыхается. Говорят, легкие волосатые становятся. Обрастают шерстью легкие. Детскую площадочку делают так классно. Там, похоже, как спортивная вот эта часть такая будет. Не знаю. Ну, мне кажется, как спортивная. Может быть, тут спортивная вообще будет площадка детская и взрослая. Девочки, мы уже дома. Я тут решила все-таки сырники. Вчерашнее творожное желание меня и вечером опять постигло. И, в общем, когда мы шли с Гришей и гуляли уже вечерком, сейчас вот... Ой. Да. Думаю, нет. Куплю я творог и сделаю сырнички. Мне тут подрумянились. Так, тебе надо снимать. Тем временем мой сыночек вот здесь вот в коридоре. Занят делом. Тебе так нравится там, да, так катать коляску. В общем, катает колясочку. Вот, танцуй пока, молодой. Даже камера опять включилась. Моментально. Все, бумажку увидел, сразу хватать. Я не знаю. Какой бумага ед. Нет. Он очень любит бумажку. Вот так все, снимаю сыночки, пока они тут в сухарики не превратились, в творожные. Так вот. Там у Влада все на службе до конца недели. Так и будет, видимо, тревога. Это боевая, учебная, боевая. Вот. Думал, что, может быть, сегодня получится вырваться. Но и, к сожалению, нет. Так, девочки. Сколько там времени? Ой. Без 15.7, но еще рано, Гриша. Минут через 40 буду кормить. Играет пока. Пока он играет. И пока кормить его не надо, я как раз поем сырнички. С удовольствием. Видите, он стоит и уже так вот все больше забывается и все чаще вот так вот стоит. Оп. Оп. Маленький полушажочек был. Маленький полушажочек запечатлела. Круто. Да. Так, осторожненько. Давай, разворачиваемся. Разворачиваемся. Вот. Вот так вот. Куда ты пришел? Как ты любишь эту коробку? Ну, это что-то нереальное. Смотрите, он по факту стоит и стоит, да, Гришенька, и стоя коробку-то поднимает. Вот так вот. Вот, что пришел мне ее делать. Вот, что пришел мне ее делать. Вот, молодец. Вот как... Ой, повелите в коробке. Вот, стоит и коробку еще держит. Ай, ты какой молодец. Ай, какой молодец. Ты что, там первые шаги прям с коробкой в руках? Хе-хе-хе-хе-хе. Ой, ты такой выдумщик. Опа. Опа. Заяц, пока мама отвернулась, у нас удлинитель тут висит к стиральной машине, в ванной туда. И вот Гриша, она тут на ручку была намотана, на дверь. Ну, и Гриша дотянулся до сюда. И смотрите, что пытается. Он прям пытается в розетку ставить. Ой-ой-ой, Гриша. Что же нам делать? Что же нам делать? Ты такой, это... И вот не знаю, как вообще, чтобы внимание он не привлекал к этим розеткам. Не надо. На бумажку. На бумажку. На бумажку, бумажку. Бумажку, да. Опа. Иди сюда. Иди сюда, пойдем в комнатку. Все, побежали. Мама побежала. Мама побежала. Я побежала. Ну-ка, догоняй маму, догоняй. Догоняй маму. Потому что девочки тянется к этим розеткам с самого вот начала, как он стал вставать, да, когда смог куда-то дотягиваться. А что ты плачешь? А что ты плачешь? Ты жалуешься? Чего мои маленькие? Пока вам Гриша только покажу, а то я еще это не камильфо с утра. И, короче говоря, это с самого начала. Я сначала, ну, понимаю, что он туда еще ничего не запихает, еще маленький. Ну, пальчиком там вокруг посмотрит. Ну, все, под присмотром, естественно. Мы затычки купили в розетке. Сейчас вам покажу. Вот там, видите, пластмассовые такие. Но я думаю, они ни о чем. Ни на долгое время. И, в общем говоря, я разрешала Грише там в розеточку пальчики, не пальчики, а просто в розетку изучать. Думала, что сейчас раз-два и интерес потерять, потому что ничего в ней нету, в этой розетке. А он нет. Скажи, как нету, да? Мне все есть там. Вот, а он все равно все интереснее как-то теряет. Уже ему чуть ли не год, а он все интереснее теряет к розетке.